Наш выпуск продолжит спортивный блог. Передаю слово Владимиру Толмачеву. Спасибо, Алина. Мы продолжаем знакомить вас с результатами наших спортсменов, а также с графиком ближайших соревнований, которые пройдут в Мариэл. В Ульяновске стартовал Всероссийский фестиваль студенческого спорта, где учащиеся борются в различных видах, среди которых баскетбол 3х3, настольный теннис, плавание, самбо, шахматы, мини-футбол, волейбол, ГТО, легкая атлетика и компьютерный спорт. В соревнованиях принимают участие 18 сборных из разных регионов нашей страны. В Кирове прошли Всероссийские соревнования общества «Динамо» по самбо среди юниоров. Наши спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Также в Кирове прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Ребята вновь не остались без медалей. На этот раз одна золотая и две бронзовые в копилке Мариэл. Прямо сейчас расскажу о графике соревнований, которые пройдут в Республике Мариэл. 16 и 18 ноября в Манеже Арена Мариэл пройдет турнир по футболу среди юношей 2012 года рождения в памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Анатолия Подойникова. 16 и 17 ноября состоятся республиканские соревнования по легкой атлетике Олимпийский резерв. Начало в 9.30 утра в Манеже Арена Мариэл. 19 ноября на теннисном корте стадиона Дружба ждем турнир по настольному теннису. Старт в 10 часов утра. 19 и 20 ноября пройдут матчи в рамках чемпионата республики по мини-футболу. Игры состоятся в поселке Приволжске, а также в физкультурно-оздоровительном комплексе Витязь в поселке Медведево. Первый стартовый свисток прозвучит в 10 часов утра. В физкультурно-оздоровительном комплексе номер один ждем Кубок Республики Мариэл по танцевальному спорту. Соревнования пройдут 19 и 20 ноября. Закрывает нашу афишу на неделю Всероссийский день самбо. Поединки состоятся 20 ноября в спортивном комплексе Юбилейный. Приходите поддержать своих спортсменов, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Чемпионаты первенства мира по всестилевому карате прошли в Орле. От нашей республики на соревнованиях выступали 32 спортсмена. Трое из них входят в состав сборной России. Сергей Иванович Заньков рассказал нам о подготовке ребят, а также о том, доволен ли он выступлением своих спортсменов. Выступлением нашими спортсменами на чемпионате первенства мира я в большей степени доволен. Конечно, не всем повезло встать на пьедестал. Кто-то где-то не доработал, кто-то где-то упустил момент, где-то не дожали. Ребята готовились в основном на местах. У нас спортсмены выступали из Шкаралы, Космодемьянск, Сернур, Волжск. И упор у нас в основном делался на ударную технику, плюс захваты, подсечки с добиванием. По итогам первенства серебряную медаль завоевал Иван Жирнов. Чемпионом мира стал Андрей Альгин. Второе место у Данила Федорова. В городе оружейников Туле завершились чемпионат России по практической стрельбе из пневматического пистолета, а также всероссийские соревнования для юных спортсменов, в которых приняли участие стрелки из Мариэл. Ребята даже превзошли себя, показали более высокий уровень, чем на предыдущем первенстве по практической стрельбе из пневматического пистолета. Также было важно посмотреть подготовку более молодых ребят, которые начали заниматься позднее. Они тоже показали хороший результат. В личном зачете открытого класса золото у нашего земляка Виктора Игнатьева. Третье место занял представитель Мариэл Артем Хлебников. В командном зачете наша сборная в открытом классе стала второй. Также ребята завоевали медали в дуэльной стрельбе.